Я к кассе пришел. Посмотрите, здесь, как всегда, чудеса. Яркие, невероятные чудеса. Но эти два бокала непередаваемой красоты. Сюжеты на них. И посмотрите, какие два подсвечника, скорее всего, старой. Нет слов даже, чтобы выразить и передать всю эту красоту. Очень красивый. О, что я вижу дальше? Это что-то с чем-то. Смотрите. Сейчас я попытаюсь по-другому вам показать. И тут какие чудеса в решете. Кашпо и две вазочки. А здесь? Ребятки. Ребятки. Здесь чудеса невероятные. С рыбками. Посмотрите, ручки рыбки. Вот это Ася нас удивляет сегодня. Я так понимаю, они как бы в паре. Эти две вазы. Как же сделать фото? Такое на заставку удачное. Ну-ка, вот так. Света мало здесь. Невероятной красоты майолика. Боже, вот уж где произведение искусства. Не знаю, я так вот платье сошью, какое-то красивое, и ночь не спишь, влюблен в него, переживаешь, представляешь на модели все детали. А вот создать вот такую красоту, и как после этого спать? Здесь еще тарелочки новенькие, подвесные, с пейзажами. Вот еще какой вариант, посмотрите. Ой, она легкая. Друзья, смотрите, продолжение тех двух невероятных ваз. Здесь у Васи внутри в помещении стоят еще две вазочки. Не менее, не менее прекрасные. Не могу даже передать ощущения свои. Даже хочется просто молчать и лицезреть, смотреть на каждый цветок, на каждую розочку, потому что это очень красиво. Плюс эти, переход цвета, градиент, сами розы, их цвет, ну, очень красиво. Есть еще вот такой кувшин. Бассано, ну, я так и подумал, да, Бассано Италия. Дальше интересная вазочка майолика. С номерочком на донышке. Тоже формы рыбки, рыбки напоминает, рыбки. Да, иногда говоришь, не выговариваешь, и самому смешно становится. Шикарный вариант. Так, я еще хочу подойти вот сюда у нее. Но это что-то комплект она не продает, по-моему. Вот это солонка, горчичница, перечница. Здесь вот такой тоже молочник, да, солонка. Такой комплект. Но это, по-моему, не продается для кого-то, она приберегла. За этой красотой, вот, я не снял вам еще одна красота. Тоже, по-моему, Бассано. Судя по архитектуре и по цветовой гамме. Но она шикарна тем, что она на такой бронзовой ножке. На бронзовой ножечке. Видите, какой красивый. Так, видите, да, эти две вазы. Я даже не знаю, что красивее. Так, я вам все-таки ее приподниму, чтобы вы... Ух ты, они тяжелые. Ух, рука уже устала держать. Так, мы ее поставим. Блин, ну они шикарные. Гениальная работа. Лото. Не знаю, мама, сохранилась или нет, но у нас лежало такое же лото. И в детстве мы играли. Слэйшем, слэйшем. Вот они в этом мешочке. Вышитым. Пушкин, шпиатор. 9 тысяч просит. Ну, по-моему, шпиатор. Вот ему лоб кто-то тер, тер. Наверное, желание загадывал. Ну, скорее всего, проверяли. Здесь на Лацк они тоже проверяли. Металл из чего это. Старенькие картинки, обрезки шкурок. Попьемаше, я так понимаю. А ресницы длинные. Еще один старенький. Сегодня находки прям для куколиков-то прям варианты очень хорошие. Ух ты, перчатки бойцовские. Слушайте, еще одна красивая кукла. Сегодня точно кукольников розетта распродают. Бакевич, ты что потерялся он? Хозяина потерял своего. Такая же, как у меня, голубка, зик. Красивая. Ну, вот так даже можно в паре взять, чтобы они были хорошие. Нравится. У меня на столике она стоит и столько нежности она добавляет в атмосферу. А такой? А, он чей? Чехословакия. Красивый. А розовая тарелочка? Это чехи, розовый фарфор. Шесть. Шесть. Угу. Такая тоже у меня есть. Царевна-лебедь. Пятьдесят шестой год. Резиновая. Это тридцать рублей. Три рубля десять копеек стоила. Все. Старенькая, да. Штука здесь интересная. Она же и леечка, сюда воду заливаешь. Она же и брыскалка с другой стороны. Я вот не встречал такую вещицу. Ну, на сто пятьдесят рублей она стоит. Она и брызгает. Да, да, мы уже рассмотрели. Спасибо. Ух ты, я здесь Чебурашку я вижу. Что ты сел в уголочек? Шаинского, да. Песни Шапокляк и песни Чебурашка. Песни продавца и песни строителей. Четыре песни поет радио няня. Молочник привлекательный. Англия. Риджевый, если правильно прочитал. Но не факт, не факт, не знаю. Тарелочки я вам здесь показывал. Вот эти. Так они пока еще есть. Олеечку я вам такую показывал, милейшую. Милейшую с дельфинчиками. Леечка для воды. Там, видимо, что-то хранили. Так и осталась сюда пуговица. Приклеилась. А это похоже на молочное стекло-менажница. Как там песня-то про погоду? Каждая погода благодать. Но я сегодня другую песню вспомнил. И снова забыл ее, да? Как же там? Сейчас вспоминаю. Ну, в общем, так и не вспомнил. Так я и не вспомнил. Ну и ладно. До того матрешка вам передает привет. Вот хорошая вещица. Это не хочет болтаться. А вот такую рамку мне дарила одна из королев. Стоит, меня радует. 945-й, 55-й годы. Это у Наши Светы. Вот это красиво, 915-й. Ух, вот этот шикарный. А внутри есть что-то? К сожалению, нету ничего такого цветного. Очень жаль, такие иллюстрации все-таки шикарные. Если бы они еще внутри были, было бы загляденье просто. Еще один редкий штофик вижу. Не повезло. Они столкнулись четко организованным воровством самоката. Гонная кофемалочка. Посмотрите, какая интересная. Мы с вами не встречали такую. Листочка нету. Дулевский комплект. Сервиз. Что за растение, я не знаю. Подскажите. Кто-то из вас наверняка знает. Ой, какие нежные. Мурана. Вишенка, посмотрите. Конфетка у меня вот такая одна есть. Присылала Марина из Италии. Ефсикова Марина. А это, наверное, посеребрение. Только цифры, обозначений никаких нету. Минажница. 3000 такая. Пара подсвечников. Роскошнейших. Друзья, продаются два подсвечника. Вот таких роскошных. Кто хочет купить, пишите. Минажница. Также два вот таких необычных. Есть возможность приобрести. С козлами, с рогами. Без копыт. Посмотрите, какой красивый предмет. Похож на крылья бабочки. Минажница. В такой, по-нову ар-деко стилистике. Шикарная вещь. Можно приобрести, конечно же, тоже. Скидываю в телеграмм свой. Кто не добавился, добавляйтесь. Ух, тарелочки. С деятелями какими-то. Кто это? Не знаю. Германия производитель. В коричневых тонах для мебели старинной. Но меня больше вот такой привлек гражданин. С трубкой. Но вы видите, да, что это земля. У него голова. Это шар земной. Возможно, даже это игрушка елочная. Потому что подвес был. Видите, ниточка оторвалась. Вот такая земля идет и курит. Позит. Костюмчики. В башмачках. С портфельчиком. Рядом лежал интересный нож, кинжал. А может быть, это даже ручка? Да, это, наверное, ручка была такая. Здесь вот, скорее всего, перо выглядывало. Наверное, раскручивается. Здесь такие интересные, что это, наверное, от ламп каких-то из ракушек, детали. Бабочки из них же. О, и здесь еще интересный гражданин стоит с бородой. Малахитовая шкатулка. Выход небольшой, но частый. Довольно-таки старенький соусник. Но в него красиво цветы посадить. Потому что уже есть скольчики и... Ну, не будешь использовать по назначению. А вот как кашпо просто шикарная вещь. И по размеру, и форма, и вот эти ручки красивые, ракальная. Вся история очень привлекательная. Плавающие, дрейфующие лодки нарисованы. Красивые. Достаточно даже внутри, посмотрите. Есть рисунок. Пару симпатичных ламп. Вернее, их основания не знают цен. Но симпатичные очень. Это с кобальтом даже. А это с малышом. У малыша бубен. Вещь старая и привлекательная. Плафон только осталось. Найти к нему. А у меня, кстати, есть плафончик. У Марины часики, посмотрите. Гениальная работа, проработка какая. Боже, боже. Как это красиво. Это очень красиво. Здесь еще одни. По-моему, с фарфоровым циферблатом. Да, ну эти прям впечатлили меня. Деревянные также есть. Так, а я движусь к кассе. Вот интересная статуэтка. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил мне по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Волшебникам. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.